На телеканале НТР программа тема дня в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. У нас в городе продолжается гастрольная программа одного из самых экстремальных цирков страны, цирка Демидовых. Редкие животные, мотокаскадеры, метатели ножей и еще много чего зрелищного. В студии сегодня у нас те самые люди, которые и дарят эти зрелища. Это администраторы и артисты цирка, с которыми я с нетерпением начинаю беседу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот в самом начале хочется немножко поговорить о том, почему цирк Демидовых называет одним из самых экстремальных. Действительно так ли это и что такого там экстремального есть? Экстрим, такой уклон в нашей программе. То есть, вот допустим, Россия. Есть классические стандартные номера. Девочка крутит обручи в каждой программе. Ну, это как непременнейший атрибут российского цирка. Жонглер, дяденька кидает свои булавы. Ну, как бы, мы считаем, что кого мы сейчас этим сможем удивить. Цирк Демидовых, кстати, ломает все стереотипы и запреты. Все представления от начала и до конца можно снимать. Мы, как бы, не переживаем, что кто-то сможет повторить, перенять или еще что-нибудь. Нужно сначала стать мастером. Ничегошеньки не получится. Это годы тренировок и так далее. Цирк Демидовых – это международный цирк, да? Абсолютно верно. Артисты из каких стран у вас выступают цирки? И как вот удается как-то этот коллектив международный, да, между собой сладить? Ведь, ну, важно же ведь взаимопонимание? Ну, абсолютно верно. В коллективе, во-первых, общение происходит на трех языках. Испанский, английский, русский. Все взаимообучаем друг друга. Все даже так интересно происходит. Нужны какие-то курсы? Нет, не нужно. Вот есть Санте, Дон Деста. Коллектив 54 человека. Это о чем-то должно говорить. И каждый на своем уровне, как бы, каждый профессионал. У нас нет просто любителей. Вот я хочу. Ты сначала покажи, что ты достоин быть здесь. Потому что люди потратили деньги, пришла семья, получить удовольствие. Должно быть тепло. Это комфорт, это зима сейчас, правильно? Вот. Цирк Демидовых – это 17 перегруженных фур добра, экстрима. У вас прошла уже премьерная неделя, да? Вот. Какую реакцию получаете? Что говорят горожане? Город узнал о цирке Демидовых. Заинтересовался? Да, да. Первое, скажем, на первое представление зрители, которые попали, пришли, увидели, поняли, что это реально крутой цирк, что здесь должен побывать каждый. И теперь мы ждем, когда же все придут к нам. После представления мы разрешаем зрителю, ну, то есть, ходить, где они хотят. Зайти в манеж, в закулисную часть, сфотографироваться с какими-то атрибутами, с нашими артистами. И очень приятно, когда мужчины, девчонки разных возрастов, абсолютно взрослые подходят, жмут руку и говорят, ну, подобного не видели, красавчики, супер и так далее. Ну, да, очень приятно. Гордо от этого за свою работу, хочется еще лучше, еще лучше, что можем придумать в следующем месяце, что можем придумать, что добавить, понимаете? Ну, постоянно движуха, как бы, да. Наверное, и взрослые просто в диком восторге, да, вот от этого всего института. Мы вот, как Вадим говорит, что цирк Демидовых ломает стереотипы. Опять же, стереотип цирк, некий устоявшийся, да, там, с постсоветского пространства, что там пуделечки, хула-хупы крутят. Но цирк Демидовых – это нечто, что-то другое. Здесь полноценное шоу, и уже зритель приходит, когда ведет ребенка, и он думает, что что-то будет банальное, ну, как обычно опять какая-нибудь яркая, красивая афиша, а начинка так себе. И в итоге просто настолько меняется мировоззрение у людей, что они, ну, с открытыми ртами сидят, и потом после представления, ну, не знаю, благодарны, и слова благодарности получаешь. Ну, очень приятно видеть и замечать вот эти вот изменения взгляда человека на жизнь цирковую, скажем, что-то после посещения цирков. Как раз давайте поговорим о том самом отсутствии этих пуделечков, да, расскажите немножко про своих подопечных, с кем работаете. Я тоже знаю, это какие-то редкие животные, редкие хищники. Да, получается, цирки демидовых из животных, только хищные животные. В представлении будут участвовать 4 белых бенгальских тигра, 2 рыжих амурских дальневосточных наших, и 2 редких белых льва из Притории, из Южной Африки. Работая с хищниками, то есть у меня на протяжении 30 минут примерно идет программа, и я же не кричу там, не зрителям, ой, посмотрите, как-то меня тигр любит, что на этом эмоциональном уровне удается передать зрителю, что зритель считывает настроение, которое происходит именно общение человека там, животным. Все сидят с такими умиленными лицами. Ну, насколько я знаю, общение, ведь оно разное бывает. Иногда там животные между собой спорят, конфликтуют, что-то и такие моменты. Конечно, бывает период гула, то есть там мальчики с девочками начинают этот брачный контракт, скажем так, и здоровая конкуренция между мальчиками начинается, и они начинают конфликтовать. Это, опять же, прямая задача моя, чтобы не довести ситуацию до конфликта. Как-то нужно, ну, как с детьми, что там ребенок там плачет, еще что-то там, конфетка его там отвлек или еще что-то. Ну, то есть масса, скажем, на психологическом уровне нужно просто концентрацию внимания животного из агрессии перевести в какое-то другое русло. Питаются, наверное, они серьезно. От 6 до 8 килограмм мяса съедает одно животное в день. То есть у нас балансированное питание, мы добавляем определенные витамины, там проросшая пшеница, морская капуста, морковка, посморочное масло, рыбий жир. То есть, скажем так, я даже иногда сам перемешиваю, и слюнки. Появляется желание, да? Как будто маринованное такое мяско. И вот, и опять же, это все системно, вот как люди там сидят на ппшечке, да, чтобы как правильно питается, лишний там уже жир уходит, и получается красивое тело с физическими нагрузками. Тут то же самое, что постоянный должен быть уход должным образом, то есть нельзя ничего забывать, там же, если что-то не добавить и тому подобное, это же все систематически нужно постоянно давать, чтобы у них шерстка красивая, шерстка была красивая, чтобы отлично они выглядели. Как-то надо понимать друг друга, да, все-таки? Вы наверняка прям чувствуете, да? Да, ежедневное общение, это как, я не знаю, родители с ребенком своим, они же знают все подводные камни каждого своего ребенка, что где-то он схитрил, так, почему там в комнате так тихо, значит, что-то натворил. Тут то же самое, когда ты каждый день с ними общаешься, они показывают тебе свои какие-то интересы или что им там не нравится, и все. И тут самое главное, как бы, проанализировать ситуацию, принять правильное решение и, как обычно, отношения с людьми, там, дружеские, не знаю, любовные завязываются, то же самое и здесь. Я знаю, что для наших телезрителей есть подарок, который вы готовы вручить, но не просто так. Да, это интересный вопросик. То есть за интересный вопрос абсолютно бесплатно можно попасть в цирк, все правильно? Да, да, абсолютно верно, мы разыграем пригласительные билеты. Надо сейчас попытаться мне сразу выиграть, потому что у меня уже желание пойти. Давайте ваш вопрос, и мы потом, получается, телезритель, который на него ответит правильно, получит билет в цирк Демиле в цирк Демиле. Давайте зададим вопрос, наверное, про наших замечательных котов. Да. Это рассыслать. Так, давайте будет вопрос такой. У каких тигров восемь лап? Очень простой вопрос. Ну все, я свою попытку попасть в цирк Демиле, видимо, исчерпал, потому что сразу так и не отвечу. Понятно, взаимоотношения, там, человек-животный, но, наверное, человек и железный конь, это тоже, да, достаточно серьезно. Вот давайте поговорим немного о мото-каскадерах, вот, о... Как нужно наладить тоже взаимоотношения со своим железным конем, чтобы ты с него не упал, наверное, вот так вот. Ну я, конечно, все понял, но все-таки, да, для зрителей, которые не поняли. Ну, он сказал примерно следующее. Значит, они профессионалы. Санти у себя дома в Америке, он знает, в общем-то, всех. То есть, как бы, о нас знают в мире. Для того, чтобы работа была прогрессировала, для этого, само собой, как и с любыми другими жанрами, нужны тренировки, репетичные. Санти, скажи, пожалуйста, вот шлем, это, наверное, главное, да, средство защиты. Пригождался ли он тебе вот? Да, это шлем, ну, как фирма ФОЦ. Есть два фирма, которые самые лучшие мото-кросс-экипоменты, которые ФОЦ и Альпинистар. Они, как Владимир говорит, это надо заказ на Америку, чтобы все профессионально, потому что, ну, как сейчас есть, которые в Китае, которые, если упали, стрессу, да, да, да. Если упали, то поэтому всегда надо посмотреть, которые самые-самые хорошие, самые-это дорогие, и поэтому... Ну, за неделю выступления в Нижникамске не было случаев, когда он тебе помогал. Ну, слава богу. Санти, кстати, это лидер, как бы, своей группы. И Санти безбашенный такой парень. Он даже не каждый день его одевает. Он профиль, мастер. Как бы, да, ну, круто. Все в касках, он без. Это смотрибельно, как бы, дополнительно азарт. А сколько у них человек, вот, и, то есть, все из Латинской Америки? Ну, для того, чтобы бригада была спетая, как сказать, понимаете, они должны дружить между собой, и так легче. Испанский язык, во-первых, понимаете, им просто общаться. Допустим, он испанец, другой румын, и поставил запятую, и не там, как-то неправильно произнес слово. Ну, к чему это приведет? Ну, допустим, вот что-то срочное там, да, срочное. Бамос, бамос. А этот забыл испанский язык, и на румынском орет. Ну, как бы, понимаете, нельзя так, нельзя. Они должны быть испанцы. Они должны понимать друг друга, они должны любить друг друга. Как бы, понимаете? Если кричать, то только на одном языке, да? На одном языке, потому что это долго сейчас можно говорить. Это же все вот, тук, и случилось, понимаете? Нужно резко. Они, кстати, и общаются. Испанский язык располагает быстро. А русские мотокаскадеры не прошли цензуру. Вот так. Нас знают в России. Нас знают в Европе. Весь мир в руках. Цирка Демидовича. Цирка людей. Ждем нас, друзья. Что за интересный элемент? Это сценического образа, да, наверное? Ну, какой-то должен быть стайлиш у программы. И как бы, у нас нет вот всякой фигатории, типа, розочки, тюльпанчики. Как-то вот так. Рэп, цепи, троса, мотоки. Классная музяка. Как бы, когда попадаешь в такую атмосферу, сам становишься как-то другим. Ну, то есть, вы в тренде, да? Да, да. Я не могу выйти, ну, в каком-то, допустим, малиновом пиджаке, понимаете? Ну, не к тему это будет. Да, это такой, как бы, один из атрибутов цирка Демидовых. Ну, большое спасибо вам за интереснейшую, увлекательную беседу. Ну, и вот тем, кто еще не побывал в вашем цирке, приглашение на русском, я думаю, уже банально, да? Раз цирк Демидовых разбивает все стереотипы, Саня, можно попросить тебя на родном языке пригласить нижникамцев посмотреть ваше шоу? Большое спасибо вам за интересную, увлекательную, вот, местами экстремальную беседу. Вам большое спасибо. Да, да, спасибо. Очень интересно получился разговор. Свой шатер цирк Демидовых раскинул возле торгового центра Якорь. Артисты пробудут у нас в городе до 9 декабря. Вся информация дополнительно указана прямо сейчас на экранах. Это была программа «Тема дня» и я ее ведущий Вадим Струменский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова